В достоинствах таких прогулок и притяжениях, которые сюда ведут, где бы ты ни был, в какой части города, нет, нет, от времени тебя сюда как магнитом тянет, я, наверное, слишком много и подробно рассказываю, может быть, это и лишнее, достаточно просто увидеть все это, чтобы окреслить это единственное и наиважнейшее притяжение – природа и красота. Некоторые говорят, что местная фауна слишком разбалована. Например, уток всегда обзывают слишком наглыми, агрессивными в требованиях своих, но, однако, все стирают и умиляют замечательные белки, почти ручные, которые вот так и клянчат еду. Правда, они тоже выбирают их, и не все будут есть, что ты принесешь. Еще говорили о ручных семечках, однако, к сожалению, они мне еще не попадались. Музыка 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 Вот наше любимое здание, и мы, как говорится, подходим к нему. И тут сделаем несколько разных снимков. Мировые бедствия в связи с коронавирусом коснулись элозенок, децизией, приказом Совета Министров Польши, который еще не вел чрезвычайное положение, но как бы его готовит. И в связи с этим эпидемией, пандемией коронавируса SARS-CoV-2 музеи элозенок будут закрыты от 12 до 25 марта. Ну, поживем-увидим. Я, конечно, не ходил по музеям, но, думаю, посетить парк сам по себе не возбраняется. Единственное, что не рассчитываете, кто бы в этот период посетил лозенки, побывать в лозенских музеях, а их немало. Также вряд ли будут концерты традиционные около памятника Шопена, где выступают как профессиональные музыканты, так и любители. И всегда там собирались толпы туристов с разных стран, особенно с Дальнего Востока, откуда и пришла та известная нам зараза. Художественный акт. Художественный акт. Это я ему не заплачу, этому актеру. Да, мы сконцентрировались на том, что любим и то, что для нас запечатлелось в памяти. Но в парке можно также и многое другое интересное здание посетить. Например, дворец Мысливицы, Белый домик, где польский король Понятовский посещал любовниц. А Людовик XVIII, король изгнанный из Франции, проводил время во время своего изгнания. Также, ну это дальше, Уэздовский дворец и астрономическая обсерватория. Я думаю, здесь аттракции не на один день, если, конечно, быть слишком дотошным и посещать и ходить по всем архитектурным памятникам, музеям и прочим достопримечательностям. Около нашего прекрасного храма на холме расположен Бельведерский дворец. Но его оценивать я не буду, чисто архитектурно. Он немножко скучноват, но, надо признать, расположен просто идеально и прекрасно на холме. Кстати, с ним связано много в истории Польши. Но вот из последних событий это то, что в 90-х годах Бельведер был официальной резиденцией Леха Валенсы, знаменитого электрика-президента. Ну, если вы не в курсе. Сейчас же в музее находится, сейчас же в здании находится музей Юзефа Пилсудского. Ну, добра. Посмотрели. Сейчас идем просто по этой дороге. Ну, вот, 7. Мы уже не раз тут снимали. Все это мы снимали. Все это. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, вот, этот грот. Не менее интересный канал у Лео Скиф. У него я тоже посмотрела много роликов. Мне очень нравится этот канал. Обратите на него внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Выросли уже в 10 марта И priori 挺 тепло туда вверх идти это вывезли бы к шопену но мы сегодня не пойдем великому гению музыки фредерико шопену понятно зато тут послушаем пару аккордов из его вальс а минора b 150 а а а а а а а Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. А мы еще придем к этому храму, посмотреть на цветение деревьев и трав. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.